Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, и можешь кидать в меня кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина он должен, а дальше по списку, за нас написали уже в соцсетях. Букеты изрос с романтичной запиской, айфон, кстати, новый вот, вышел на днях. От них в 25 ждут огромных успехов, машины, квартиры и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи, своим ли он нажил все это трудом. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, чего нам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных, но им почему-то всегда не везло. Влюбляются в глупых, коварных и скверных. А все потому, что таких большинство. Поэтому им не хотелось жениться, пусть дело идет уже в 30. Телами успели уже насладиться, но штранью никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным еще и труднее в сто крат. И мало лица, красоты или роста, они, как и ты, идеально хотят. Есть притча о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Что ж вы, не нашли идеал перед смертью, спросили. Нашел, но так долго искал. И что же она, отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Искала мужчину высокого роста, чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта.